Казанскому федеральному университету 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 Ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории «Современные геоинформационные и геофизические технологии» Сергей Усманов, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский, научный сотрудник Научно-образовательного центра педагогических исследований Ксения Завьялова, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Горобец, профессор Высшей школы русской зарубежной филологии имени Льва Толстого Мария Солнышкина, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Резванов. Все они так или иначе поделились чем-то новым и интересным как для студентов, так и для слушателей форума. Им не нужно никуда ездить, они могут здесь, находясь в аудиториях, услышать лекции очень крупных профессоров, ученых. А в то время, как еще до этого события, до пандемии, мы вынуждены были тратить большое время, огромные средства, чтобы выехать на конференции. А вот сейчас это действительно уникальная возможность быть сопричастными к большой науке и к тем самым новым актуальным исследованиям, которые проводятся в мире в области педагогики и других наук. 28 октября 2020 года будут известны рейтинги агентства Times Higher Education, из которых станет понятно, как сильно университет вырос в плане цифровой трансформации и науки. Лев Диденко, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Ленарда Влетьяров, Фарид Захид Аглы, Алексей Румянцев, Универ Ньюс.